добрый день дорогие друзья с вами капля продолжаем говорить о плодах что же влияет на плодоношение наше плодоношение как христиан и я выделил несколько вещей с которыми я хочу с вами поделиться во-первых это пребывание в боге как бы банально это не звучало речь идет о постоянстве в молитве о постоянстве в поклонении о постоянном пребывании в писании когда мы с вами на какое-то время знаете упускаем из фокуса нашей жизни библию или молитвенное время мы тем самым как бы говорим что мы пока еще как бы не до конца прицепились к лозе где-то идут процессы которые пытаются нас отторгать от лозы и нам нужно быть такими ревностными в этом нам нужно быть теми людьми которые изо всех сил желают остаться на лозе прилепиться и может быть даже где-то себя дисциплинировать я часто разговариваю со многими людьми на эту тему знаете одна из главных таких идей которые мне в оправдание своей такой вот не прилепленной жизни приводят люди она звучит примерно так не хочу быть лицемером если я не хочу у меня нет внутреннего побуждения то если я буду заставлять себя читать библию или молиться это будет лицемерием нет друзья это будет дисциплиной это будет таким актом послушания это будет знаете таким жертвой господу твоя плоть по-любому не хочет дьявол в любом случае не хочет чтобы ты прилепился ко христу и самые такие знаете мощные враги в этом это будет твоя лень и суета лень когда тебе не хочется делать или тебе хочется просто полежать и суета когда вокруг тебя вдруг появится миллион дел более важных конечно чем взаимоотношения с богом и так вот это прилепление это необходимое условие очень важно качество самого растения то есть твой характер очень важно а в процессе плодоношения кем ты являешься позволил ли ты духу святому трансформировать твою природу и являешься ли ты тем человеком который на пути вот этого обожения что происходит в твоей жизни кто больше влияет на тебя бог через свое слово через церковь или же дьявол через какие-то мирские институты мирские ценности и так далее кто ты и я соглашусь с некоторыми кто скажет мы грешники спасенные по благодати да и аминь но новая природа новый народ новая сущность когда христос пришел в нашу жизнь и спас нас он дал нам духа святого который преображает нас о плодах духа святого мы поговорим чуть чуть позже но если ты позволил духу святому преображать твою жизнь то ты становишься из терновника ты превращается виноградную лозу и этот процесс он может быть не таким знаете раз и ты стал сразу прекрасным деревом но тем не менее он когда-то закончится бог меняет нашу природу берет греховную природу и дает свою он вменяет нам свою праведность и таким образом он дает нам возможность быть новым творением в иисусе христе и древнее все прошло сегодня все абсолютно новое и вам просто нужно это принять друзья просто принять и поверить в то что вы новый человек древнее прошло вам нужно посмотреть на свою жизнь и принять решение что сегодняшнего дня вы будете послушны богу и вы всегда будете говорить нет лени и прочим другим вещам следующее что влияет на плодоношение это почва там почва где ты посажен и я соглашусь с вами если вы считаете что нет другого основания кроме положенного и она есть иисус христос да и аминь но также существуют разные типы почв я более чем уверен что существуют токсичные проповедники токсичные проповеди и токсичные сообщества в том числе таким токсичным сообществом вполне может относиться церковь я не имею ввиду тело христа я имею ввиду собрания людей которые создали собственные правила создали некие собственную субкультуру отличную от субкультуры даже других частей тела христова и они живут в этом когда вы попадаете в сообщество людей где вам дискомфортно яс постоянно унижает где он говорят да ты никто ты грешник с тебя ничего хорошего не выйдет это не та почва в которой ты будешь приносить плод там где тебя не вдохновляет я тебя не поливая где тебе не дают простора где твоя корневая система знаете в таком потрясающим красивом горшке какой-то поместной церкви которая не распространяет свою корневую систему по всему миру твое дерево будет чахнуть посмотри где ты посажен посмотри где ты находишься если это токсично если это не дает развиваться если это не дает тебе приносить плод то ты должен понять что именно вот этот маленький горшок в котором тебя ограничили и посадили он влияет на это знаете что очень интересно допустим представьте себе обычное дерево и вы видите огромную крону высотой там 20-30 метров вы должны четко понимать что подземная часть она зеркально тому что вы видите наверху если тебя закрыли в определенное такое ограниченное пространство вот такое то есть я не вырастет огромное дерево поймите чтобы мы приносили плод нам необходимо свобода во христе нам необходимо свобода в духе святом они человеческие ограничения еще одна очень важная составляющая плодоношения это давайте так климат который в котором мы живем насколько токсична атмосфера в нашей стране насколько мы пребываем в славе позже как часто вы приходите в его присутствие как часто вы посвящаете время тому чтобы дышать воздухом неба или вы привыкли вот этому смогу земной жизни которая будет всегда угнетать вас и так вам очень важно понять является ли ваша атмосфера ваша почва необходимой составляющей для вашего плодоношения или же это то что делает вас бесплодными и вводит в проклятие